Как часто вы выезжаете в рейду? Практически каждый день. Это, как правило, днём, ночью, в какое время суток и от чего это зависит? Ну вот в нерестовый период, как и сейчас он идёт, в основном работаем в ночь, потому что браконьеры сильно уже так не вылазят днём, побаиваются и начинают рыбачить по ночам, поэтому приходится караулить их, выслеживать. В нерестовый период рыба метает икру, то есть начинается с щуки и пошло. Потом плотва, потом пошёл окунь, потом пошёл карась, потом пошёл лень. Он сейчас в данный момент отбивает икру лень, рыба. То есть мы работаем в основном по Сережу сейчас, потому что его там в принципе достаточно, то есть и у людей тоже много соблазнов его там ловить. Поэтому сейчас весь упор у нас идёт, вот река Сереж, ну и вот близлежащие озёра, потому что там его тоже много водится. А где-то ещё в территориях края? Ужур в основном, Шарыпово, Ачинский район тоже отрабатываем. Много ездим вот в Боготольский район, то есть там тоже вот река Чулым протекает. Достаточно тоже много озёр, рек, сториц. То есть стараемся контролировать везде. Бывали такие случаи, когда вы приезжаете, ну скажем, в рейд, и встречаете людей, которых вы знаете в повседневной жизни. Это вот определённые сложности в работе вызывает или что? Нет, это сложности никаких не вызывает, потому что человек, когда идёт на браконьерство, в принципе, он знает, на что идёт. То есть и тут обижаться не на что. То есть пошёл, поймался, оформился. Сейчас всё жёстко, то есть у нас идёт изъятие полностью орудий лова, лодок, моторов. Поэтому, как бы вот... А попадались вам такие браконьеры, ну наглые, что ли, которые вызывающие себя везут? Как вы действуете в таких случаях? Ну, у нас каждый инспектор достаточно неплохой психолог, можно сказать так. То есть стараемся человека маленечко как бы успокоить, обговорить, разъяснить ему факт нарушения, разъяснить, какой он урон наносит для природы. То есть, ну, есть такие люди, которые совсем не понимают, ну, это доходит до сотрудников полиции, делается вызов в дежурную часть, прибывают сотрудники полиции, либо с нами сотрудник полиции тоже постоянно ездит в рейды. В основном участковые ездят. Их всех ты не запомнишь, конечно, как бы. Ну, да, всякие есть. И наши бизнесмены тоже там бывало, как бы, ловятся. Ну, правила-то они все для всех. То есть неважно, там, ты бизнесмен, там, или депутат. То есть законодательство есть, есть правила общие для всех, любительское рыболовство. То есть, поэтому, если человек выехал на водоем, не изучив эти правила, ну, соответственно, идет это все к наказанию. А вот средний возраст браконьерок, это вот кто? Это молодые люди, зрелые, я не знаю, пенсионеры? Молодых сейчас встречаются редко, потому что, видать, молодые люди то ли более осознанно к этому подходят, ну, то ли мало занимаются, как бы, с детства там ни рыбалкой, ни охотой, ничем. То есть, может, мало уделяли времени на природе. В основном, ну, 30-40 лет. А сколько вы работаете уже в Верхнадзоре? Я с 17-го года. С 17-го года, 4 года уже? Да, получается, 4 года. Чем вас привлекает эта вот работа? Знаете, я просто очень сильно люблю природу. Меня, как бы, отец с детства на рыбалку постоянно брал. Ну, то есть, как бы, мы часто выезжали на рыбалку, на охоту, как бы, люблю на уток поохотиться, то есть, как бы. И, в принципе, эта вся работа проходит в том, что, мало того, ты проводишь очень много времени на природе, и плюс ты еще эту природу оберегаешь. То есть, стараешься, как бы, оберечь от этого всего. Поэтому, ну, в принципе, только в этом. А как вы вообще попали? Ну, то есть, вы целенаправленно захотели стать представителем рыбнадзора или как-то по случаю? Нет, я просто пришел с армии и устроился в глав рыбвод. Это организация, да, она тоже рядом с рыбоохраной находится, но там маленько другие были задачи. Я вот был инженером-миллиоратором, то есть, мы очищали пруды от мусора, там, от всяких сетей заброшенных. Ну, и постоянно работали с инспекторами тоже, с рыбоохраной. То есть, как бы, там тоже, как бы, парни молодые. То есть, ну, посмотрел, понравилось, захотелось. Как бы, так и устроился. Сейчас вы исполняете обязанности начальника, да, межрайонного отдела? Да. Вы сказали, вот дальше будет процедура конкурса. Вы будете принимать участие? Я этого сказать ничего не могу. Ну, то есть, еще не решили? Нет. Каким должен, на Ваш взгляд, быть человек, который возглавится в такие отделы? Ну, это, как бы, не в моей компетенции, конечно, как бы, да. Ну, самое главное, чтобы был честным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!